59 американских крылатых ракет, выпущенных по авиабазе в Сирии, по приказу президента США Дональда Трампа, означает, что путинская внешняя политика накрылась даже не медным тазом, а тем самым местом, название которого, увы, нельзя произнести вслух, но все вы его знаете. Накрылась она не только в Сирии. Вождение хороводов вокруг Трампа обернулось едва не крупнейшим внешнеполитическим провалом за все путинские годы. Санкции с России Трамп снимать не собирается. Напротив, если в Сирии так и дальше дело пойдет, США обещают ввести новые санкции. А сегодня Великобритания их уже предложила. Аннексии Крыма ни де юра, ни даже де факто. Новый американский президент признавать не собирается. Напротив, говорит, что Крым должен быть возвращен Украине. И уже совсем беда. На первой встрече с Трампом китайский лидер Си Цзипинь, вроде бы путинский союзник, или во всяком случае Путину и компании так казалось, выражает понимание американских ударов по авиабазе в Сирии. Если говорить языком, которым с некоторых пор все чаще изъясняются российские дипломаты, какое кидалово. Между прочим, приблотненный вокабуляр, которым регулярно пользуется Мидовская пресс-секретарша, чего стоит один лишь ее недавний перл, от Пентагонят и бросят, которым она пыталась уесть американское военное ведомство, является, на мой вкус, одним из самых ярких свидетельств деградации российской дипломатии. А если уж говорить о том, кто кого бросил, то где же был в момент американской ракетной атаки хваленый российский комплекс ПВО? Российские генералы еще недавно похвалялись всему миру, что С-300 и С-400 накрыли воздушное пространство над Сирией непробиваемым куполом. И где тот купол? Да, просто американцы, как известно, заранее предупредили российскую сторону о предстоящем ракетном ударе, и защищать Асада его российские покровители не стали. Это теперь уже Россия, размахивая после драки кулаками в совместном заявлении с Ираном и Хезбалой, говорит, что США пересекли «красную линию» в кавычках, и впредь она намерена отвечать на любые подобные действия, в том числе с применением силы. Что-то не верится. Кстати, совместное заявление России с Ираном и Хезбалой с осуждением действий США в отношении Сирии, со ссылками на международное право и выражение готовности ко взаимодействию в борьбе с терроризмом для того, чтобы обеспечить стабильность на Ближнем Востоке. Это просто за гранью добра и зла. Еще раз повторяю, Россия, Иран и Хезбалла. Россия, многократно нарушавшая международное право аннексии Крыма и другими действиями в отношении Украины, которая теперь взывает к международному праву, это право смешно. Россия, заявляющая о том, что вместе с Ираном и Хезбаллой будет бороться с международным терроризмом во имя стабильности на Ближнем Востоке, это вообще трудно описать в цензурных выражениях. Вы слышите, с Ираном, государством, которое на протяжении десятилетий небезосновательно подозревали и до сих пор подозревают в том, что оно спонсирует террористические, экстремистские, исламистские движения и организации по всему миру. И далее с Хезбаллой, радикальным исламским движением, которое многие государства и международные организации официально признали террористическим. Для полноты картины не хватает только Северной Кореи, ей-богу, в этой кампании. Между тем, раз уж я вспомнил про Северную Корею, президент США заявляет о решимости противостоять ракетно-ядерным амбициям КНДР. И американская авианосная группа уже идет к берегам Корейского полуострова. Прагматичные китайцы будут воевать с Америкой за Ким Чен Ина. Вы в это верите? И что Кремль теперь этому сможет противопоставить? А вот еще беда. Переменчивый путинский друг, враг Эрдоган опять ведет себя кое-как. Дружили с ним, потом разругались в пух и прах, потом опять стали дружить в засос. А теперь Эрдоган что себя позволяет? Призывает Россию отказаться от поддержки режима Башара-Асада. Что опять провозгласим турецкому президенту Анафему? Но главное, ради чего все это делается? И в чем тут национальный интерес России? Национального интереса на самом деле тут нет никакого. Есть только ломание одного человека, который хочет быть не только пожизненным президентом России, но и владыкою морей и океанов, у которого какой-нибудь Эрдоган будет на посылках, и с которым вынуждены будут, скрипя сердцем, иметь дело лидеры Запада. Затем полез Путин в Сирию. Чтобы они прослезились, все ему простили, сняли санкции, снова взяли союзники, отстали от него с Украиной и вообще, солдатской прямотой сказали ему прямо в глаза «Великий ты человек, Владимир Владимирович». Однако, все это могло произойти только в придуманном мире, где живет вечно зеленый российский президент. Повторяю, никто из западных лидеров не приполз к Путину на коленях, в веригах и рубящей, посыпая голову пеплом, чтобы просить прощения, каяться, приглашать договариваться о разделе мира, на сфере влияния, звать обратно восьмерку, не случилось ни новой Ялты, ни нового Потсдама. Разменять вмешательство в Сирии на какое-то послабление со стороны Запада по украинским делам тоже не вышло. Живущие в придуманном мире не оценили в полной мере обещание Дональда Трампа сделать Америку снова великой. А ведь величие Америки прежде состояло еще и в том, что она готова была, если потребуется, решительно действовать на международной арене, в том числе с применением силы в роли защитницы стран и народов, которым угрожали агрессивные соседи и собственные жестокие бесчеловечные власти. При «миротворце» в кавычках «Обаме» эта составляющая американского величия, прямо скажем, была утрачена. Да, кто-то наверняка попытается уничижительным образом обозвать Америку мировым полицейским. «Это так, мировой полицейский. А я лично в этом не вижу ничего плохого. Полицейский ведь может и должен скрутить и наручники надеть на распоясавшегося преступника и доставить его в суд. А если преступник реально угрожает жизни мирных граждан, беззащитных женщин, детей, стариков, то и открыть огонь на поражение без суда и следствия. Мне кажется, эта роль куда достойнее, чем роль мирового хулигана из питерской подворотни с ядерной заточкой в кармане». Евгений Киселев